Добрый день, меня зовут Михаил Иванов, я фотограф, зао, путешественник, работаю в Государственном Биологическом Музее имени Кмиряевского. Так получилось, что большую часть своих поездок я попадаю в Арктику. Случилось это довольно давно. Сначала я ездил как аргентолог, теперь уже езжу как завод широкого профиля. Проект практически весь европейский сектор и довольно много. И сегодня я хотел бы вам рассказать про белого медведя. Вкратце сейчас несколько слов о его биологии, а потом хотелось бы поговорить о ситуации с белым медведем. Вы, наверное, не раз замечали, что в прессе возникают всякие споры по поводу того, нужно ли открылок, а кто-то набрал медведи. Что где-то в каком-то поселке на какой-то полярной станции белый медведь снова пришел, раззавел помойку, напугал полярников, кого-то съел. Это бывает регулярно, и я бы хотел объяснить, почему это происходит, и почему, собственно, этого зверя нужно охранять и удосточать миром. И почему люди в Арктике явления крайне нежелательны, в том числе для белого медведя. Итак, начнем. Ну, белый медведь в нашей фауне – это крупнейший хищник. Несмотря на то, что он родственник бурого медведя, по размерам он, естественно, превосходит. Средний вес самца – порядка 500 килограмм. Это 2-2,5 метра в длину, иногда 3. Бывали находки белых медведей весом и под тон. Но это уже скорее редкость. Самки немножечко помельче. Вот на этой фотографии виден отпечаток лапы белого медведя – это, ну, среднего размера взрослая самца. Рядом лежат патроны 12-го калибра, если кто не знает, 70 миллиметров длина гильзы. Вот, можете представить себе. Это примерно два отпечатка крути человека, если не три. Как я сказал, самки немножечко помельче. Вот процентов на 30. Вот. Но это все довольно условно, потому что существует еще морфа белого медведя. Скажем, берегово-морская морфа крупнее нашей, шпицпергинской. Крупнее самцы и самки. Но это уже такие детали, которые интересны в основном за ободом. Как я сказал, что ближайший родственник белого медведя – это бурый медведь. Вот. Но в отличие от бурого, белый, как бы это сказать, более хищный. Потому что большую долю рациона бурого медведя составляет растительная корма. Он может копать лечением, там, какие-то корешки, травки. В общем, у него спектр питания очень широкий. А у белого, ну, в силу того, что он живет на дрифлющих льдах, выбора нет. Поэтому питается он исключительно мясом. Вот. Но в последние годы у белых медведей довольно тяжелое положение. Я позже расскажу, из-за чего это. Это связано со льдами. Вот. Белые медведи в летний период очень сильно гладят. Вот. Поэтому могут питаться травой, водорослями, падами. В общем, нередко в случае каннибализма. Вот. Некоторые слабые звери умирают от голода. Вот. И это, к сожалению, сейчас все более часто любит. Вот. А так белый медведь очень хорошо адаптирован именно к жизни и охоте на дрифлющих льдах. Да. Во-первых, у него белый отрас шерсти, которая великолепно на сперва изделия на грунт снега. Ну, вообще снег не белый. Снег голубоватый, сероватый, розоватый. И медведь примерно таких же. Его можно пройти там в трех метрах медведей и не заметить его. Во-вторых, шерсть медведя полая. Вот. Прекрасный теплоизолятор. И по своей структуре очень напоминает оптоволокно. Она проводит ультрафиолет непосредственно к коже у него. Вот. А кожа у него темная. Поэтому прекрасно получает солнечный свет. Несмотря на то, что он находится довольно толстый и тупышный. Пытается белый отрасль рассказывать исключительно животные пищи. В основном это тюлени. Ну, возможно, ослабленные дырусь и моржи. Но взрослого моржа, например, белый утреть просто не сможет помочь. Вот. А вот детеныш или больного уже может. Охотится он, как правило, на рейхушьих льдах. Там, где есть моржи. Нерпы. Основной. Нерпы. Основной. Объект охоты делал не вели. Большую часть жизни проводят в воде. Но все равно процентов 20-30 времени им нужно находиться на суху. Ну, для того, чтобы отдыхать. Для того, чтобы дышать. Для того, чтобы выводить покрытство. И, проводя 70% под водой, Нерпы на своем участке тщательно следит за лунками прудов. Особенно это важно в зимнее время. Зверь регулярно оплывает по очереди, и прочищает их, не дает им замерзать. Как правило, такие продыхи находятся не совсем на поверхности, а под слоем снега. Там образуется, как бы, такая пещерка. У таких же пещерков нерпы приносят покрытство. И какое-то время и те же нерпы живут в этих пещерках, не спускаясь. Вот у таких продыхов нерпы поджигают. Поскольку обоняние у него великолепное, он может там за много сот метров учинить зверя. Вот. Великолепный слух. Поэтому проблем с поиском нет. Медведи также прекрасно поводят. Это тоже адаптация к условиям Арктики. По-моему, максимальный рекорд заплыва белого медведя что-то в районе 600 километров. Это с GPS-300. Но вообще таких данных очень мало, потому что спутниковое мечение начало применяться сравнительно недавно. Это буквально последние 10-15, максимум 20 лет. Технология не очень отработана. А с белым медведем она еще сложна тем, что спутниковый передатчик можно повесить только на самку. Самки, как я уже сказал, более мелкие, более изящные. У них есть шея. У самца это, как правило, кленовидная форма. У него плечи сразу, минуя шею, переходят в голову. Хотя шея у медведя очень длинная. Плюс густой мех и передатчик на ошейнике просто не держится. Ошейник слетает с головы. Осанки это не всегда показатель, потому что они меньше и слабее. Ну, самый большой заплыв, как я сказал, что-то в районе 600 км. Вот. Вот. Лежбище моржей на лопу. Вот примерно в таких условиях охотятся белые. Ну, здесь лежат, по-своему, взрослые моржи. Но если есть моржатые или больные звери, то, в общем, это вполне шанс добыть себе только один. Покучится белая медведь также и на суше, но это скорее уже более редкий случай, когда есть крупные лепища. Такие, допустим, как на острове Вранде. Или на земле в Канцевом северном 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 севере. А так вот типичная среда обитания берлога. Звери круглогодично кочут под рельфующим льдам, за исключением самок, которые строят берлогу для выведения покрытия. Случается это в конце осени. Берлоги строятся. Вот сам из двухгодового медвежонка, полугодового. Вот. Ну, собственно, так они охотятся вдоль трещин, вдоль пробегов. Вот белый медведь, охотник, ожидающий нерфу рядом с местом, где нерф недавно отдыхал. Он надеется, что она вернется на любимое место и караулит ее. Как он может лежать часами? Абсолютно неподвижно сливаясь с комоком. Вот. Значит, санки для размножения выходят на берег. Им нужен ледник, им нужен снежник. Вот. Основные места размножения белого медведя – это в нашей Арктике, острова земли Франции Осипа и острова Франделя. Вот. В меньшей степени северная земля. Вот. Обычно самка строит, роет пещерку вот в таком вот снегном надуве. Вот. Эти надувы относительно мягкие. И, если у нее леда помнили снег, то тогда еще просыпает снежного. Вот. Зазиму берега еще укрывает дополнительным элитным снегом. И весной, только того, как недвижак появляется на снег, на конце весны. Вот. Самка пробивает. Вот. И выходит с предвозателем на поверхность. Уже на поверхность. Вообще, продуктивность уделования у меня очень небольшая. Размножаться самки начинают не раньше. Пятилетнего возраста. Вот. Недвижонок находится с матерью 2 года. После этого, как правило, он делает еще один год перерыва. Отбуха. Получается, где-то, ну, размножение раз в 3-4 года. Обычно это бывает один-два недвижонка, редко три. Вот. Но выживают... Опять же, редко выживают весь лед. А с теми условиями, которые складываются в Арктике, вот в данный момент, выживать становится все с вашими словами. Ну, пожалуй, из таких общепиологических сведений про медведя я больше ничего говорить не буду. Если кого-то интересуют детали и частности, вы всегда можете это посмотреть в интернете. Вот. Хотелось бы поговорить о, как раз, взаимосвязи человека и вообще, что происходит с белым медведем в данный момент. Вот. Вопросы довольно сложные и, в общем-то, довольно печальные. Так получается, что, как любой хищник, активный хищник, белый медведь очень неплохой. Вот. И все чаще происходят случаи, когда человек сталкивается с белым медведем. И эти столкновения, как правило, не приводят ни к чему хорошему. Ни для человека, ни для зверя. Ну, а почему это происходит? Ну, во-первых, техника цивилизации не стоит на месте, бурно развивается техника. Все прекрасно, вы видите, что развивается. Вот. Стали очень доступны различные виды транспорта. Хорошие снегоходы, малая авиация. Ну, сейчас не нужно нанимать большой и тяжелый вертолет за большие деньги, да. Вы можете найти снегоход, например, на остров Пайгач. В общем-то, очень приемлемо здесь дать. Вот. Раньше на этот остров, ну, вот основной способ попасть был в вертолет. Ну, или в корабль, но это уже в летний период. Как я сказал, заливаем. Сейчас довольно часто на северный полюс ходят круизные ледоколы, акульные ледоколы. С нашей стороны и не атомные ледоколы со стороны иностранных коллег. В среднем на полюсе бывает до 15 судов ежегодно. Вот я уже не говорил про, там, землю Франции и Росифа, где выездные сюда попадаются практически постоянно. Вот. Так как ледовые условия стали намного мягче, по сравнению с тем, что было еще совсем недавно, многие люди приходят на острова на собственных яхтах. Люди, как правило, не подготовленные и не понимающие, куда они идут и зачем они идут. Полностью не знающие, как вести себя в гвардии, как вести себя с дикими животными. Вот. И в связи с этим хочется сказать, что куда бы вы ни отправлялись, помните, что дикая природа – это не зоопарк. Не надо подходить к диким животным, не надо пытаться их покормить и погладить. Диким животным просто могут быть опасны. Опасны для вас и вы опасны для них. Если хочется кого-то погладить, существует контактная зоопарка, существуют всевозможные экофермы, где можно пообщаться с домашними животными, приученными человеками. Если хочется поснимать белого медведя, там, или, там, страна, тигра, неважно того, хочется поснимать все вещи, сходите в зоопарк, сходите в сыр. Там это можно сделать намного проще и безопаснее. Это, в общем-то, основная причина всех столкновений с дикими животными. Именно, так сказать, элементарное незнание биологии и элементарное несоблюдение технических безопасностей. Я не раз наблюдал, как моряки с разных судов обеспечения, которые находятся в Арктике, прикармливают белых медведей. Зачем это делается? Да, очень просто. Потому что хочется сделать фотографию. Ну как же, был в Арктике, видел белых медведей, но есть фотографии. А снимают большинство на смартфоне. Для этого зверя надо помогать, как можно бы лечить. Поэтому кидаются продукты, ну, там, сгущенка, булочки, яблоки, все что-то. Медведь, очень умное животное, он подходит, все это съедает, и у него очень быстро складывается уверенность, что где человек, там еда. И это, в общем, не случайно. Опять же, часто на кораблях выбрасывается пища, выбрасывается просто замок. На полярных станциях, на возможных военных частях, там, нефтяных поселках. Везде есть помахи. Мало где бытовые отходы утилизируются по всем правилам. Да даже если утилизировать по всем правилам, он все равно запах. Запах готовки, запах человеческого жилья, запах продуктов. У меня где-то великолепное обновление, он все равно придет, чтобы проверить, что это такое. Арктика стала очень достойной. Вот это, например, наш вертолет, на котором мы работали, стоит под восемьдесят девятым градусом. Полтора часа лету с нашего ледокола, и мы практически в любой точке. А еще недавно Арктика была местом одним из самых труднодоступных. И осваиваться она начала тоже очень и очень недавно. Но все вы, вероятно, знаете, что у нас издревле поморы погибли на север. И вроде бы тоже осваивали ранее. Но первое упоминание о походах поморы на Новую Землю, это примерно пятнадцать лет. Условия были крайне тяжелые. Иногда они там зимовали. Но это было не как приводь. Потому что Новая Земля была плотно закрыта. И для судов того времени недоступна. Я уже не говорю про штузлетов. Штузлетов или поморку было найдено единичное или две стоянки. И описан один случай зимовки помора. Случайно, когда они смогли пробиться туда на своих почерах. Эти почерах, в общем, это легкие суда, предназначенные в том числе для принадлежения войны. Земля Франца Иосифа была открыта вообще в конце девятнадцатого века. Но как только люди поняли, что Земля более круглая, у нас давно возникла идея, что в Индию и в Китай можно ходить не круглым через южные моря. А можно пройти по северному морскому пиццу. По суше такие экспедиции предпринимались гораздо раньше, чем по воде. И, в общем-то, было много попыток пройти и по воде. Много таких описаний. Вот одна из экспедиций, про которую наверняка все слышали, это экспедиция Милиума Баренса, которая погибла на севере Новой Земли. Им повезло, они смогли оттуда дойти. Чаще всего мыс желания был закрыт очень крупными дами, и люди туда просто не доходили. Впервые по северному пути прошел Новденшельд с одной зимовкой в 1888-1889 году. Это было первое сквозное план. Я, собственно, рассказываю это к тому, чтобы вы понимали, какие были тяжелые ледовые условия. Чуть попозже я вам покажу, что происходит с Арктикой сейчас. В те же годы, конец 19-го века существовала теория Петермана. Ну, вот, кстати, туристический атомоход на Северном полюсе. Вот сейчас стандартная картина. Да, и под точкой Северного полюса находится турбаза Борнеона, на которую любой желающий за, в общем, довольно большие деньги может прилететь и дальше побывать на Северном полюсе. Наверное, колёте на собаках, на лыжах, как угодно, любой каприз за ваши деньги. Хоть с парашютом. А ещё, в общем, недавно, в конце 19-го века, была популярна теория Петермана о том, что в Центральном полярном бассейне находится архипелаг или большая земля, омываемая тёплым океаном, вот, вокруг которого есть пояс Лидов. Эта земля называлась по-разному. Одно из названий было Диперборея. Вот эту землю искали. Искали также землю Санникова, которая была, в общем, где-то там тоже поблизости. Все верили, что существует проход, что существует большая земля, потому что вроде бы летят птицы, вроде бы оттуда приходят животные, но не может быть, чтобы там было совсем не путь. И только в 1893-1996 годах экспедиция Хритиха Нансена более или менее положила конец всем этим спорам и подтвердила, что Центральный полярный бассейн не просто трудно доступен, а он пустой. Делать там, в общем-то, нечего. Нансен на специально построенном судне «Фрам» вморозил корабль в районе Новосибирских островов. И за три года корабль продрейфовал через Центральный полярный бассейн, правда, не дойдя до Северного полюса, и освободился в районе Нашпитерного. Суда в те годы были вот примерно такого плана. Это деревянный корпус. Как правило, это была парусно-моторная штуна. При ветре использовались паруса, при, так сказать, отсутствии ветра, при тяжелых маневрированиях во льдах запускался двигатель. Но двигатели были на угле, поэтому глян много не возьмешь, он расходуется довольно быстро, топливо экономили, поэтому были вот такие вот комбинированные суда. Вот Нансен. И вот его фрам в мороженое в районе Новосибири. Сам Нансен попытался предпринять поход к Северному полюсу, но немножко не дошел, потому что встретил очень тяжелые, хорошенные льды, и вынужден был повернуть назад. И только тогда было выяснилось, что Центральный полярный бассейн, но это, я повторяю, был конец 19 века. Условия были крайне тяжелые. Еще об одной экспедиции хотелось бы сказать. Это экспедиция австро-венгерская, под руководством Карла Вайперта и Юлиуса Пайра. Это один из руководителей Карла Вайперта. Знаменательна она тем, что они также столкнулись с очень тяжелыми условиями, ледовыми условиями в районе Новой Земли. Они также искали северо-восточный проход и проверяли теорию Кипермана. Корабль Мерс Дрейфом за год был отнесен к земле Франции Осипа, который, собственно, они частично исследовали, но из-за того, что корабль был раздавливан, вся экспедиция вернулась по дрейфующим дам на Новую Землю. И Карл Вайперт был одним из первых людей, который рассказал о том, что Арктику нужно изучать не отдельным государством, а изучать комплексно совместными усилиями. Потому что место это очень тяжелое для исследований и ключевое в отношении и ресурсов, и к ним. Благодаря ему был создан первый полярный год. Это такой международный конгресс, который проводится примерно раз в 25-30 лет. Недавно прошел в 7-8 году 4-й международный полярный год, это очень большое международное событие. Я принял участие в области экспедиции этого проекта. И там очень много обсуждалось вопросов климата. Возвращаемся обратно к делу Медведева. Вот две картинки того, что происходит с климатом и со льдами. Льды, повторяю, это основная среда летания белого Медведева. Вот белым плотным изображен паковый лед. Паковый лед – это многолетний лед. Считается, что в среднем за одну зиму лед прирастает на метр. Бледно-голубое – это однолетний лед, либо мелкобитый. Однолетний лед за лето успевает растаять или истончится настолько, что превращается практически в кашу и в мелкобитую субтанцию, которая не держит никого, ни зверей, ни людей. Вот посмотрите, что было в 80-м году и что происходит в 12-м году. И тенденция продолжается. Сейчас паковые льды остались практически только в канадском сепле. Связано это с тем, что изменилось циркомполярное течение. Вот эта картинка, как выглядит течение в Арктике. В канадском сепле там течение замкнуто. Оно как-то лицевое. И паковые льды накапливаются. Вынос через море Бафина затруднен, потому что там стоит канадский арктический аркты лаг. Как правило, припаянные льды не дают, освобождаются довольно поздно и не дают выносить льду. А у нас идет вынос мимо Шпицбергена, мимо земли Франца Иосифа. Варенцево море стало совсем свободно. Я сейчас покажу вам картинки, как обстоят ледовые условия в Варенцевом море. Поэтому весь лед, который накапливается у нас, он очень быстро выходит мимо берегов Норвегии и там тает. Также изменилась скорость дрейфа. Если фрам от Северной земли, прошу прощения, от Новой Сибири до берегов Шпицбергена дрейфовал три года, то в нынешних условиях он прошел бы это расстояние за один год. Вот более подробная карта дрейфа нашего льда. Вы видите, что у нас идет вынос через центральный полярный бассейн практически в чистое море. Поэтому многолетних льдов в нашем сортарианке практически не осталось. Вот так выглядит мелкобитый однолетний лед. Несмотря на то, что белый медведь прекрасно плавает и адаптирован к охоте на льдах, но вот в таких условиях он охотиться не может. Во-первых, непредсказуемо, где будет находиться нерва. Во-вторых, такой лед, как правило, не держит никого. Льдины раскалываются, льдины переворачиваются. И медведи избегают. Этот лед хорош только для птиц. Вот, кстати, карта дрейфа храма. Синий трек. Вот этот путь от Новосибирских островов, и я повторяю, что сейчас корабль прошел бы за 1-3-100 лет назад. Вот на этой диаграммке, в общем, показано истончение льда. Нижняя граница — это 1980 год. И ситуация на 2005 год. Как вы видите, лёд по толщине уменьшился практически в двое. А так выглядит ситуация со льдом по данным канадских исследователей. Видите, 84-й год границы льдов на сентябрь и на 12-й год. Сентябрь — это, наверное, самый малолёдный месяц в Арктике. Как вы видите, что Новая Сибирь практически полностью открыта, Северная Земля практически полностью открыта. Расстояние от Новой Земли до Земли Франции Иосифа чуть меньше тысячи километров тоже полностью открыта. Лёд находится только в центральном полярном бассейне. Вот пиковые значения на максимум и минимум льда на 17-й год. Ситуация, в общем-то, и только ухудшается. В сентябре 18-го, как вы видите, земля Французька практически тоже полностью открыта. Очень много медведей задерживаются на островах. Как я уже говорил, в конце весны медведица с медвежатами выходят из берлога. Это происходит где-то в июне месяце, в зависимости от... Вы видите, в марте 17-го новая земля практически полностью открыта. Это март. Ближе к лету открытой воды будет намного больше. Откроется практически полностью весь Шпицберген, практически вся земля. Самки, которые не успеют уйти на брифнующий лёд, останутся на берегу. А на берегу, в общем-то, есть практически нечего. Да, белые медведи могут питаться по дальнюю. Очень спасают базары, птичьи базары. Но это, как правило, всё подбирается не только медведями, но и песцами, чайками. Там довольно большая конкуренция. Несколько легче ситуация обстоит на острове Врангеля, потому что там очень крупное лезвущее моржи. И, кажется, в прошлом году там выбросило тушу кита. И в районе этой туши кита были десятки медведей, летующих медведей. Но это, скорее, исключение. А так, в общем-то, медвеню приходится довольно круто. Так же происходит стремительное таяние ледников и снежников, о чём тоже, как я не могу сказать, но это тоже очень сильно влияет на климат. Причина этого, ну, отчасти, конечно, в выбросах СО2, но это довольно спорный вопрос, потому что выбросы СО2 — это, скорее, политический инструмент, когда подаются квоты на промышленные разработки, на выбросы. А реально влияют, например, выбросы СО2. И любая человеческая активность в Арктике — это использование техники. Это работа транспорта. Всё это создаёт выброс копоти. Очень много используется нефтепродуктов, очень много используется угля, сжигаются помойки, всё это добавляет. Вот, копоть не переневается, она оседает там же, на снегу. Снег из белого становится серым, при том, что в Арктике, в скошеродной Арктике, Солнце в какой-то момент перестаёт заходить, все эти круглые сутки, очень большое количество электрофиолета, которые поглощаются этими тёмными предметами, естественно, они нагреваются, вот, и снег тает. Вот, видите, здесь участок старого ледника, тёмно-серого цвета. Это не значит, что там столько копоти. Это значит, что из-за того, снег становится чуть темнее, тает он быстрее, и начинается ветровая роза. Выдуваются вот эти вот чёрные участки обнажившегося грунта, которые тоже добавляют свои... а чуть позже летом он протаивает, и начинает погружаться по ледни. Потом вот эти вот отдельные ячейки сливаются, образуется песноводная зерца, вот, туда смываются ещё дополнительные песочки, сажи и прочее. Вот, и все чаще мы наблюдаем вот такую гардину. Между островами, открытой землей. Там, где должен стоять припай, вот это вот один из проливов на земле, становится у вас по июнь месяц. Как видите, должен стоять сплошной припай, а здесь его нет. Здесь открытая вода. Вот, медведи, которые привыкли охотиться и адаптированы для охоты, мы примерно в таких условиях, да, встречают вот такое вот открытое море. Те звери, которые остаются на островах, вот, это чаще всего, как я уже говорил, самки с маленькими детёнышами, вышедшие из берега. Это ослабленные звери, это те, которые не успели уйти, ну, по каким-либо причинам, замешкались. Вот, они вынуждены сидеть вот под такими базарами, вот, либо раскапывать гнезда юриков, вот, но всё это, для огромного сычника, всё это, в общем-то, не существует. Вот, также большая конкуренция со стороны писца. Писца довольно много, вот, и писец, в первую очередь, как, ну, более мелкий, шустрый зверь, вычищает практически всё. Вот, поэтому медведь отправляется туда. к людям, где есть помойки, где вкусно пахнет. Вот стандартная ситуация. В полярный остался, пришёл медведь. Вот. Вот, медведь зашёл в камеру. Зашёл буквально несколько минут на сайте, если выше, не стоит. и, хорошо, когда пришёл один медведь, их может быть два, три, пять. Вот, они могут приходить каждый день. Вот, они копаются в старых помойках, они что-то разыскивают. Брошены в посёлках, существующих посёлках. Это, в общем-то, реальная проблема для, и для измерений, и для людей. Большинство людей, работающих в арке, не вооружены, да и, собственно, стрелять медведей нельзя. А никаких средств отбугивания, практически, не хочется. Грохот и выстрел медведь не боится, поскольку живёт на дрейфующих льдах. При хорошении лёд очень сильно грохочет. Вот. И напугать его можно только либо какими-то химическими средствами, ну, типа, там, перцовые баллончики, да, какая-нибудь волючая дымовая шашка, либо своим поведением. В основном, в основном, при встрече с белым медведем, для того, чтобы он не быть съеденным, есть одно золотое правило не вести себя как жертву. Это касается не только белого медведя, это касается, наверное, любого хищника. Типичное поведение жертвы, это либо затаиться, либо убежать. Да, как только жертвы начинают убегать, у любого хищника включается инстинк догнать и убить, даже если хищник сытый. Кто держит кошек, наверняка знают, да, сытая кошка, если мы там, не знаю, бросите игрушку, она тут же подорвется и побежит выяснять, а что это. То же самое с белым медведем. но люди боятся переходить в атаку. А хотя это, в общем, довольно действенный способ. Есть такой исследователь, Никита Афсеников, он провел многие годы исследуя медведей на острове Брангина и никогда не носил с собой оружие, максимум, герцовый баллончик. Вот, очень много съемок, где он отгоняет крупных самцов медведя, даже, даже от добычи, просто взяв палку и с криком бросаясь на медведя. Опять же, поскольку медведь хищник, и когда он видит агрессию со стороны человека, он его перестает рассматривать с точки зрения добычи. он рассматривает уже как соперника конкурента либо опасность. Но так как у нас мало кто знает о таких приемах, то медведь является очень большой проблемой в поселке. Вот типичная ситуация. Два их смена, которые хотят поснимать белую медведицу, медведица голодная, медведица осталась летовать на небольшом острове. Сзади мы страхуем этих людей с оружием, но стреляем ракетами отпугиваем медведицу. Но при этом она рассматривает можно, нельзя броситься. А вот этот товарищ Воражево пытается со смартфоном подойти поближе, потому что в смартфон же медведь медведь маленький, хочется ближе. Медведь же такая лапочка, он же такой пушистый. Если бы не не наше присутствие, скорее всего эта эпоха закончилась и для товарища Воранжевого, и медведица. Вот примерно такая ситуация с медведем. пока ситуация с климатом только ухудшается, глобальное потепление это не привыки ученых, это в общем-то факт. То, что я вам показывал, исчезновение льдов, это как раз одно иное. это касается не только Арктики, это касается и горных ледников, и Антарктики. Это не значит, что у нас будут расти пальмы с ананасами, это значит, что будет повышаться уровень океана, что будет больше дождей, будет более капризный климат, более непредсказуемый. Но вот почему это происходит непонятно, потому что у нас очень мало данных, очень короткий период наблюдений, как я уже говорил, концепция глобальных метеорнаблюдений была выдвинута в 1880-х годах Карлом Байковом, оптическим исследователем. Это было всего лишь чуть больше 100 лет назад. И в первую очередь вот это изменение климата влияет на такие неизменные виды, как белые льды. Если у нас пропадут полярные льды, пропадет и медлитит. И очень немалую роль здесь влияет и освоение арктики, потому что приходят люди, вот это загрязнение, допустим, в районе той же приразлома, несмотря на то, что там все чистенько и хорошо, вот, постоянно работают ледоколы, превращая более или менее припаянный лед в кашу, для того, чтобы не повредить саму платформу, не повредить какие-то морские свои сооружения, не повредить танкеры, вот, это тоже дает свои результаты. Вот, ситуация пока только уменьшается, вот, белый медведь все чаще приходит к жизни человека, вот, все чаще слышны голоса, что давайте мы откроем охоту на этих зверей, но, по предварительным оценкам, общая мировая популяция в леде составляет не более 20-25 тысяч кустов, это крайне мало для такого зверя, вот, несколько теплых лет, и, в общем, популяция может сократиться чуть ли не другое, и глобально угрожаемый, несмотря на то, что попадается на глаза все чаще и чаще, ну, в общем, какая-либо грустная проблема. На этом я, наверное, закончу, спасибо за внимание. Спасибо.